Можно ли спать к окну ногами? Значение приметы Спать ногами к окну не слишком удачная идея, если верить древней народной примете. Это далеко не худший вариант из возможных, но у него есть существенные недостатки. Окошко и дверь – именно те места в комнате, от которых кровать располагают подальше. Поверье о том, что нельзя спать ногами к окну, пришло из глубокой древности. Когда-то оно было распространенным, но сегодня упоминается сквозь или вообще не считается важным. По мнению большинства, гораздо опаснее для сна направление ко входу, поскольку покойников из дома выносят стопами в дверь. Однако во времена язычества умерших перемещали именно через оконный проем или другой, специально вырубленный в стене. После похорон окошко закрывали, отверстие заделывали, чтобы духи не нашли дорогу обратно. В энергетическом смысле окно не слишком отличается от двери, но оно тоже считается порталом, связывающим внутреннее пространство с внешним, а также с мистическим потусторонним миром. Наши предки давно подметили, что от окна дует, а человек во сне более подвержен простуде. Все системы организма работают в режиме сбережения энергии, особенно если кровать находится еще и на линии двери, получается сквозняк. Как бы ни было утепленное окошко, сильные ветра могут его продувать. Конечно, опасно переохлаждать голову, но холодные стопы не менее часто приводят к заболеваниям. Кроме того, положение ногами к окну располагает к слишком раннему пробуждению. Если нет плотных штор, поднимающееся солнце безжалостно будет в спящих. Если нужно просыпаться с рассветом, ситуация подходящая. Но если хочется подольше поспать, утренние лучи будут сильно мешать. Что сулит примета? Болезни или смерть? Поверье основано на старинном обычае выносить покойников ногами в оконный проем, а также на потенциальной опасности переохлаждения. Неадекватные поступки и привычки блуждать. В трех снах. В народе говорят, что проникает в стекло, нити сдергает человека за стопы, избавляет с пули, заставляет совершать бессмысленные действия. Хой сон и кошмары, подусторонние сущности, заглядывают в окошко и пугают, насылают тяжелые и прерывистые сновидения, бессонницу и навязчивые мысли. Утрата благополучия. Такое положение кровати полностью открывает спящего и делает уязвимым для злых существ тонкого плана.